Приветствую вас, давайте разберём наш вопрос. Я нахожусь в декрете, и денег нет, пока что. Муж откладывает, я взяла без его ведома определённую сумму, до декрета я ему давала свои деньги на страховку машины, да и декретных 20 давал. Я не знала, что у него есть заначка, случайно наткнулась и взяла, побоялась спросить, так как он вечно ноет, что нет денег. Когда не попросила, я так много всего услышала, хотя, когда попросила, сказала, отдам. Но он сказал, что я не отдаю. Как ему признаться, что взяла денег, и что сделать, чтобы не было скандала, я просто только сейчас осознала, что совершила глупость. Ну, во-первых, во-первых, на что откладывает муж? Знаете, что вы взяли денег, это как бы показатель того, что вы не очень понимаете, как будто бы, на что он откладывает деньги. То есть как будто бы вы не очень понимаете, зачем ему эти деньги нужны. Потому что если бы вы понимали, зачем ему деньги, ну, вы бы, скорее всего, не взяли бы этих денег. А так, кстати, такова, что вы взяли их, ну, не случайно, вы взяли их именно потому, что, вот, нет, как-то ощущения, что муж их откладывает на что-то разное. Это первое. Второе. Мне показалось, что у вас есть обесценка мужа. То есть он говорит, что нет денег, вы говорите, что он ноет. То есть вот эта фраза «ноет» на мой взгляд, обесценивающая фраза. То есть человеку что-то важно, например, для него важно откладывать, допустим, деньги. К примеру, совершенно не важно в этом смысле, зачем он это делает. Если для него важно, значит, все. Важно. Но вы, повторюсь, обесцениваете то, что ему важно. И у меня вопрос, почему. Второй момент – это чувство вины перед ним за то, что вы что-то сделали. Ну, в данном случае взяли деньги или спросили у него про деньги. Чувство вины проистекает из чего? Из требований, из требований к себе быть какой-то определенной. То есть, что я имею в виду. Я, ну, поясню, поясню, я поясню просто, что я имею в виду. Я имею в виду, что здесь я имею в виду, что я виноват, тогда, когда я не соответствую требованиям своим требованиям. То есть, у меня есть какие-то требования к, ну, вот, к себе, например. Например, я этим требованиям не соответствую и поэтому я чувствую вину. И здесь очень важно понять, о каких требованиях идет речь вообще. То есть, что это за требования. Насколько эти требования ваши к себе адекватны. Можете ли вы реально этим требованиям, ну, скажем так, соответствовать и так далее. Следующий важный момент касается страха скандала. На мой взгляд, страх скандала, в первую очередь, взятен с тем, что вы за этот самый скандал, как будто бы, не несете ответственности. То есть, в скандале всегда участвуют два человека. Ну, как минимум, два человека. Если не будете скандалить вы, то ничего не будет. А тут вы как будто бы позиционируете себя так, что от вас ничего не зависит. И это вызывает вопросы, как минимум. Это вызывает вопросы, касательно вашей личной ответственности. Понимаете, да? О чем идет речь. Поэтому на эти вещи я хотел обратить ваше внимание. Мне кажется, это важно, потому что здесь речь идет непосредственно про то, как вы сами себя видите. Это не считая того момента, это не считая того факта, что вы как будто бы не проработали вопрос бюджета. вашего бюджета. Ну, в смысле, вашего, скажем так, семейного бюджета. Вот. То есть, не совсем понятно, понятно, кто на что откладывает, да, не совсем понятно, какие цели, не совсем понятно в данном случае, почему вы берете эти деньги, если это деньги, как бы, ну, не ваши. То есть, у вас бюджет общий, или у вас бюджет раздельный. То есть, тут вот, на мой взгляд, довольно много вещей, которые предстоит вы. Я думаю, что для вас идеальным вариантом было бы сказать своему мужу о том, что вы хотите, и говорить об этом, так скажем, почаще. То есть, почаще говорить своему супругу о том, что вам нужно. Мне же показалось, исходя из вашего текста, мне показалось, что вы свои желания, свои потребности умалчиваете, а это в свою очередь говорит о том, что доверие между вами и вашим мужем находится, мягко говоря, не на самом высоком уровне. Отношения ваши можно назвать поверхностными. Отношения ваши можно назвать не понравится вам, наверное, это слово, да, и может быть, я ошибаюсь, но формальным. Это формальный отношение. Отношение. Вот. И это большая проблема. Вот, в принципе, и все. Поэтому изучите психологический груз-скандал для начала. То, что ваш муж так отреагировал, он тоже не случайно, скорее всего, он тоже в себе что-то зажимает, что-то вам не говорит. Это вопрос доверия. Вот. Поэтому, ну, в качестве начальной стадии можно индивидуально к психологу обратиться. А там, глядишь, и мужа подключить к этому, если ему тяжело. Как-то так. Прямого совета вам никто не даст, потому что нужно знать личность вас, вашего мужа, чтобы понимать. Да и не нужно это. Ну, если вам нужна помощь, чтобы скандала не было, а это ваш самый близкий человек, то означает, что вы его не знаете. Что означает, чтобы не было скандала, нужно знать себя и его. помочь себя мы можем вам как раз-таки. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. кое-как, rescue. Я ausг.